Вот, ну ты мне уже 32 изумруда проиграл, ты сейчас вообще всё в ноль проиграешь, может уже хватит? Не-не-не, житель, сейчас точно удача будет на моей стороне, давай, сколько нам стоит попытка угадать? Ладно, на этот раз сделаю тебе небольшую скидку, смотри, ты мне даёшь 3 изумруда и должен угадать, в каком сундуке лежит стак изумрудов. Ооо, сейчас-то я и стану богатым, что житель, держи свои 3 несчастных изумруда, хммм... Мне почему-то кажется, что стак изумрудов лежит в центральном сундуке, блин, я даже не знаю. Ребята, всем привет, меня зовут Компот, добро пожаловать на моё новенькое видео. И мы с жителем играем в такую небольшую мини-игру, я ему даю по несколько изумрудов и могу выиграть целый стак, который лежит в одном из этих сундуков. Я даже не знаю, какой мне выбрать, ладно, я выбираю центральный. Ну что ж, Компот, ты сделал свой выбор, открывай. Ну что ж, житель, смотри, сейчас я забираю у тебя стак изумрудов и... Да какого фига, опять не угадал? Ха-ха-ха, Компот, ну всё, я тебе говорю, хватит, остановись, остановись. Ладно, всё, не буду больше играть в твою тупую игру, где стак изумрудов-то лежал? В самом крайнем сундуке, возле меня. Да этого не может быть, как я не угадал, я не понимаю, как я не угадал? Чёрт, у меня осталось всего лишь два изумруда. Всё, Компот, тебе лучше в такие игры не играй, потому что интуиция у тебя, конечно, такая себе. Это да, это точно, хотя, житель, знаешь что? А давай вот мы играем в твою игру, а теперь сыграем в мою. Компот, ты мне хочешь последние два изумруда проиграть или чё? Не-не-не, я серьёзно, а то мы играем по твоим правилам, давай хотя бы раз играем по моим правилам, как тебе идея? Ну ладно, Компот, заберу у тебя последние два изумруда, да что играем-то? Правила очень простые, играем с тобой буквально на удачу, можно сказать. Кто первый из жителей пройдёт по этой улице? Я, например, считаю, что первый пройдёт житель в белом. Ой, Компот, не знаю, житель в белом живёт довольно далеко, я считаю, что пройдёт житель фиолетовым по этой улице. Ну окей, я ставлю на жителей в белом, и давай так, если выигрываю я, то тогда ты покупаешь мне всё, что я захочу. Хорошо, Компот, ставки повышаются, но тогда, если выигрываю я, ты мне отдаёшь не только два изумруда, а ещё весь свой дом. Блин, я даже не знаю, как-то очень рисково, но с другой стороны, если я выиграю, то получается, ты покупаешь мне всё, что я захочу. Ну ладно, хорошо, давай попробуем, давай, окей, я в игре. Ну что ж, Компот, ждём, кто первый пройдёт по этой улице. Давай, пожалуйста, житель в белом, давай, пусть пройдёт житель в белом. Ну же, житель в фиолетовом, давай, пусть выйдет житель в фиолетовом, и тогда я выиграю дом Компота и два изумруда. Привет. Да, житель, да, 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 я победил, я победил, я победил. Капец, да как так, как? Ну вот, житель, а ты говорил удачи на моей стороне, житель в белом тут прошёл, я так и знал, что он пройдёт. Почему-то я чувствовал это, понимаешь? Фу, да ё-моё, Камбот, да чё, я теперь, получается, тебе проиграл и должен тебе купить всё, что ты захочешь? Да, житель, да-да-да, ты угадал, ты угадал, я победил! Ладно, Камбот, проси всё, что хочешь, чё тебе надо, говори. Ну как я тебе скажу? У меня список большой, я могу чё-нибудь забыть. Одну секундочку, я тебе всё сейчас нарисую. Чё нарисую? Ты чё там собрался у меня запросить? Житель, сейчас всё сам увидишь, всё сам увидишь. Ребята, я победил! Я на самом деле не понимаю, как у меня это получилось, но у меня это просто получилось сделать, и как бы всё. Мне очень сильно повезло, вы не представляете. Фух, я так переживал. Ну всё, так, мне нужно прямо сейчас скрафтить быстренько кисточку и нарисовать жителю, что же я всё-таки хочу. Список-то у меня будет большой, настолько большой, что я буду рисовать на холсте. И нарисую я, пожалуй, его прямо вот здесь, вот почему бы и нет. Так, устанавливаем холст и поехали рисовать. Итак, хээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я хочу что-нибудь крутое и интересное, что-нибудь дорогое. Давайте начнем с малого. Запрошу у него алмазную машину. Поэтому рисуем прямо сейчас вот такую вот тачку. Слушайте, ну, по-моему, неплохо получается. Так, колесико номер один и колесико номер два. Так как машина у нас алмазная, она у нас будет голубого цвета. Так, вот тут первое окошко, тут второе и тут третье. Теперь зарисовываем все это. Слушайте, ребят, ну, вроде на алмазную машину похоже, да? Ну, правда, правда, похоже же. Так, алмазную машину я нарисовал. Что же я еще хочу такого интересненького? Давайте подумаем. О, я придумал! Я хочу радужный топор. Давайте его прямо сейчас нарисуем. Так, красный, оранжевый, потом желтый, зеленый, голубой, вот так вот синий. И на конце у нас будет фиолетовый. И теперь мы с вами должны нарисовать палочку. Давайте как-нибудь вот так вот нарисуем ее, вот прямо вот здесь. Слушайте, ну, вроде похоже на радужный топор, да? Помимо радужного топора, я хочу еще какой-нибудь классный меч. Почему бы и нет? Не знаю, какой-нибудь любой. Давайте нарисуем вот таким вот образом лавовый меч. Да, точно, лавовый меч. У меня такого никогда не было в Майнкрафте, а вот теперь будет. Поэтому рисуем прямо сейчас лавовый меч вот с такой вот обсиденовой ручкой. Слушайте, я надеюсь, что житель поймет мои творения. И у него не возникнет никаких вопросов. Так, что же я еще хочу? У меня осталось свободное место на холсте. О, я придумал, я придумал, я придумал. Я, короче, хочу огромное количество изумрудов. Давайте поэтому прямо сейчас я нарисую вот такой вот изумруд. Ну, почему так плохо получается, ребята? Я уверен, среди вас есть множество художников, которые сидят такие... Господи, Компот, ты что рисуешь? Пожалуйста, оставь, сожги эту кисточку. Но, ребята, подождите, я еще денюжки не нарисовал. Сейчас я нарисую вот такую вот купюру. Закрашиваем, закрашиваем, закрашиваем. И теперь мне тут нужно нарисовать значок денюжки. И давайте это прямо сейчас сделаем. Вот так вот, короче. И вот так вот. О, как у меня классно получилось. Ребята, слушайте, а у меня есть талант в рисовании? Я вам вот что скажу. Все-таки есть, все-таки немножечко-то умею. Смотрите, как классно получается. Ой, я, кажется, придумал, что еще можно. Короче, я хочу что-нибудь золотое. Например, не знаю. Например, кубок. Какой-нибудь золотой кубок. Такой, знаете, дорогой, дорогой, дорогой. Вы мне скажете, Компот, что у тебя за банальные вот идеи? Расскажи, пожалуйста. Ну, ребята, ну если бесплатно, правильно? Если бесплатно, почему бы этим всем не воспользоваться? Поэтому рисую кубок. Строго сразу предупреждаю меня не судить. Я вам здесь не художник, между прочим, да. Циферку 1 вот так вот нарисую. Слушайте, все, по-моему, очень похоже на кубок. И еще я хочу что-нибудь алмазненькое. Пусть он сам уже там решает, что... А я просто нарисую вот тут вот алмаз. Очень похоже на алмаз, кстати говоря, да? Какое-то перевернутое, если честно. Сейчас я пробую как-нибудь это исправить. Мда, художник. Я, конечно, классный. Я ничего не могу сказать по этому поводу. У меня прям идеально получается рисовать алмазики, например. Ну, короче, что я тут буду художество своей вырисовывать? Вот, все, похоже на алмазик. Я считаю, что похоже. Все, вот что я сегодня хочу. О, Компот, я вижу, ты уже закончил. Господи, что это такое? Да, житель, художник из меня такой себе. Но я думаю, тут понятно, чего я хочу. Вот такую машинку, вот такой вот меч, вот такой вот топор. И вот это вот все. О, господи, ладно. Я думаю, что я разберусь в твоих художествах. Спасибо, что мне это все нарисовал. Ладно, пойду в торговый центр тогда все это покупать. Давай-давай, житель. А я пойду пока что передохну, а то рука уже затекла, если честно, рисовать. И жду тебя. Давай, Компот, я вернусь в торговый центр где-то через два часа. Мне нужно все это еще походить, поискать. Все, давай, житель, увидимся с тобой. Ребята, нам сейчас такое привезут. И я включу камеру, когда он уже все это мне принесет прямо сюда. Компот, я приехал. Компот, ты где? Вы это слышите? Вы это слышите? Ребята, мой выигрыш приехал. Мои денюжки, моя алмазная машина. Жители, ну, подожди секундочку. Ох, как я рад. Подождите, подождите, подождите секундочку. Мне нужно взять с собой телефон, все это запишетить на видео. Я хочу все это и сфотографировать, и записать. Вот мои подарочки. О, Компот, весь торговый центр облазил, еле это все нашел. Это житель. Это что такое? Так, что, то что ты нарисовал. Подожди, а где деньги, машина? Какие деньги, Компот? Какая машина? Ты что, с ума сошел? Вот, все, что ты просил. Подожди, житель, я не это просил. Окей, подожди, давай разбираться. Вот машина, алмазная машина. Черная, да алмазная машина? Я думал, это голубой диван на колесиках. Сам ты голубой диван на колесиках? Ты с ума что ли сошел, житель? Какой голубой диван? Ты хочешь сказать, вот это вот похоже на голубой диван? Ну да, типа черные это колесики, а окошки, видимо, это подушки, я думаю. Тебе думать, житель, противопоказаны. Ну нафиг мне нужен этот диван несчастный, зачем он мне вообще? Ладно, Компот, извиняюсь, немножечко облажался. Фу ты, ё-моё, ладно, прощаю, не знаю, зачем мне этот диван, продам его, может быть. Что у нас дальше? Так, где мой лавовый меч? Какой лавовый меч? Житель, только вот давай ты не будешь говорить, что вот это вот тот самый меч. Ну в смысле, так ты дорисовал просто коричневый меч, я и подумал, деревянный. Господи, нет, какой деревянный меч? Ты с ума что ли сошел? Какой деревянный? Сейчас я тебе покажу, какой я имел в виду меч. Вот, житель, вот, смотри, у нас на складе такой лежит, вот такой вот лавовый меч, он очень крутой. Блин, ну ладно, тоже немного ошибся. Офигеть, так, давай смотреть дальше, радужный топор где? А, это был радужный топор, Компот, просто я немного не разобрал твои художества, я тебе радужный сухой кустик привез. Ты что, с ума что ли сошел, житель? Вот найди 10 отличий, но это же не похоже на радужный сухой кустик, ребята, ну согласитесь со мной. Я просто подумал, вот эта коричневая палка, это типа сухой куст, значит. Повторюсь в очередной раз, житель, тебе думать противопоказано, это что, вот как мне вот с этим жить теперь выживать? Ладно, Компот, не переживай, зато я тебе золотую наковальню привез, как и просил. Какую золотую наковальню? Ты вообще о чем? Я просил тебя кубок золотой, а не наковальню. Ой, походу, правда, да, действительно, кубок, я подумал наковальня. Да, житель, все, это край, это край, что ты мне еще не привез, показывай. Не, все, все остальное, как и просил, Компот, смотри, вот станок у тебя. Да, конечно, вот такой вот станок я и просил, житель, где ты тут станок увидел? Ну как, где, вот. Житель, глаза разуй, это не станок, это изумруды. Ой, я немного опять ошибся, ладно, извиняюсь. Так, а теперь расскажи мне, что вот это вот тут такое лежит, что это за игровая приставка и это что, это лампа? А, я подумал, что это штука, которая у тебя в углу на холсте. Житель, это деньги, это были деньги, ну, ну как, вот скажи, пожалуйста, как вот это вот похоже на вот это? Да, я, может, не так хорошо рисую, но чтобы настолько ты не угадал? Ну, бывает ошибка, прошу прощения. Понятно, житель, у меня теперь просто офигенный набор, вот классный я выиграл, конечно, я выиграл диван на колесиках, я выиграл сухой кустик, деревянный меч, лампу с приставкой, золотую наковальню и станок. Чё мне с этим делать? А, Бон, а не думал записаться в художественную школу? Житель, я тебе сейчас вот серьёзно. Ребят, присаживайтесь на мой новенький диванчик на колесиках, я вас всех жду, себя в гостях, пожалуйста, садитесь. Да, чтобы я ещё раз с этим жителем во что-то играл. Ну как это можно было не понять? Ну да, и окей, хорошо, я не очень хорошо рисую, но, блин, ну как можно было перепутать? Вот это вот, с вот этим, и вот этим вот, как вообще просто, или вот это, с вот этим, это же просто нереально, мне кажется, у него проблемы какие-то. Ладно, ребята, пойду, не знаю, на диванчике с вами посижу, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok